Всем привет! Microsoft ещё в 2019 году показали концепцию своей будущей операционной системы для планшетов и планшетов с двумя экранами. В целом, не особо поясняю саму концепцию того, где она будет применяться. Возможно, найдётся место для неё и в слабых устройствах типа нетбуков или хромбуков. К счастью, сейчас появился образ диска с нераспакованной версией этой операционной системы, так что есть возможность посмотреть, что там творят Microsoft. Правда, стоит отметить, что это не RTM-сборка и даже не релиз-превью или релиз-кандидат. То есть это просто какой-то текущий билд, собранный в процессе разработки. Но в целом, система уже достаточно работоспособная, чтобы хоть что-то как-то работало. Ну и вроде как свет финальная версия должна увидеть уже месяцы через 3-4. Я записал систему на виртуалку, вообще изначально думал посмотреть, как это всё будет выглядеть на моём Surface Pro, но его железа не хватило, чтобы тягать две операционные системы, то есть десятку и через виртуалку 10x. Так что смотреть будем на компьютере. Я выделил под виртуалку динамическую память и система употребляла между 1 и 4 гигабайтами оперативной памяти, кроме того я выделил в виртуалке 8 потоков процессора. И наконец-то хоть где-то пригодились много ядер в i9-9900K, а подбирая себе комплектующие, вы можете свои предпочтения и пожелания по железу указывать в параметрах по подбору на Е-каталоге, выбирая допустим те же процессоры с 8 ядрами, как и у меня. Также можно сразу ограничить линейки процессоров, среди которых вы что-то для себя и подбираете. На страницах товаров есть не только подобранные обзоры, описание товара и обсуждение к нему, но например ещё графики отслеживания цен. Допустим можно увидеть, что 5000 райзены стабильно дешевеют, стремясь к рекомендуемым ценникам, и разброс между дешёвыми и дорогими предложениями сейчас очень большой, так как некоторые магазины продают ещё по старым ценам, некоторые по новым. И сразу же тут можно узнать, в каких магазинах процессор стоит дешевле, а в каких он остался более дорогим, и перейти в более удобный или выгодный для покупки магазин. Ну а мы возвращаемся обратно к тому, где можно применить все эти многоядерные процессоры. В общем-то главное, что я хотел сам для себя понять, это то, для чего в целом Microsoft хотели применить эту операционную систему. Нужна ли она для каких-то текущих пользователей компьютеров, как замена Windows 10, или это какая-то чистая планшетная операционная система, которая будет существовать полностью параллельно, и направлена больше для просто потребителей контента. Ну и в общем-то запустил я всё это дело, и не скажу, что смог понять, какая концепция у этой операционной системы. Главное, что я понял, что Microsoft запланировали усиление облачной составляющей. Я долго и упорно пытался из самой системы получить возможность добраться до файлов виртуального накопителя, на котором и крутится система, но из-под системы раздел под установку системы недоступен, то есть в этом плане тут больше похоже всё на iOS, где пользователю недоступно то пространство-хранилище, где установлены важные ресурсы для работы системы и приложений. Из доступных файловых ресурсов в Windows 10X для пользователя это те папки, что синхронизированы в облачный OneDrive, и работать с операционной системой без онлайн-учётной записи Microsoft невозможно. Если в обычной Windows 10 при установке кажется, что систему не даёт возможности создать пользователя без онлайн-учётной записи Microsoft, то на самом деле эту ветвь настроек там можно пропустить, получив локальную учётную запись, но в Windows 10X сделать этого нельзя. Что касается интерфейса операционной системы, тут самое странное, возможно ещё просто не доделали пока, но в общем на рабочем столе в текущий момент ничего хранить или отображать нельзя, то есть туда нельзя перемещать релоги программ или сохранять какие-то файлы, то есть основное поле экрана это просто картинка, которую можно поменять в настройке, каких-то виджетов в системе я тоже не нашёл. Единственное, что можно изменять, это нижний бар, на него можно закреплять любые программы, также отображаются и текущие запущенные программы. Кроме того, специальной кнопкой можно попасть в режим переключения между запущенными программами. Окна программ открываются только в полноэкранном режиме, а также доступен режим деления экрана на два приложения. Есть настройки для автоматической смены ориентации экрана, то есть если поворачивать планшет, то картинка будет сама поворачиваться. Кстати, такое есть и в Windows 10 обычный. Ещё из особых настроек я нашёл расширенные функции управления уведомлениями, где есть настройки по бесшумному ночному режиму, которых нет в обычной Windows 10. Ещё и в Windows 10X нет возможности ручного отключения антивируса. В обычной Windows 10 полностью отключить его тоже нельзя, но можно хотя бы задать ограничение работы и выключить защиту в реальном времени, который иногда режет нужные файлы, принимая их за вирусы. В остальном меню настроек переделаны, но в целом функциональность примерно та же, что и в обычный Windows. Только там, где в обычный Windows есть ссылки на переход в настройки из панели управления, тут подобных функций нет, то есть по факту настроек гораздо меньше. Само собой я попытался найти данные о том, что сама система может рассказать о себе, но к сожалению никакие горячие клавиши, через которые можно добиться чего-то в обычный Windows, Windows 10 недоступны, то есть нельзя вызвать командную строку или меню выполнить, также я даже не нашел местного аналога диспетчера задач. Я понажимал все возможные адекватные комбинации клавиш, нашел как делать скриншоты и тому подобные вещи, но никакие дополнительные системные функции не обнаружил. Еще я в настройках включил режим девелопера, чтобы можно было устанавливать приложение из неизвестных источников, то есть кроме магазина приложений. Но экзефайлы новая операционка не открывает, я попробовал поставить Google Chrome, например, и это не вышло. Что касается поддержки приложений из магазина, то стоит сказать, что Microsoft Store и так не очень адекватно работает, порой не начинает скачивание чего-то или происходит бесконечная установка, на Windows 10X подобных проблем еще больше. Работает там в общем-то все через раз, зависает, сам перезапускается, иногда влетает, но опять же напомню, что это не финальная Windows 10X, так что все гладко работать пока и не обязана. Тем не менее, часть программ устанавливается, причем не только от самой Microsoft. Но при этом Windows 10X не является полностью совместимой с UVP-приложениями по умолчанию. То есть наличие приложения в магазине не означает, что оно совместимо с Windows 10X. При этом какой-то логики в ограничениях я не нашел. Есть только x86 приложения, которые устанавливаются, а есть универсальные, которые с Windows 10X несовместимы. В общем, я так понял, что поддержка зависит от разработчиков программы. И на этом фоне странно, что даже у самой Microsoft доступно для установки где-то около трети собственных приложений из магазина. Есть и совсем странные штуки. Операционка чуть более чем полностью привязана к OneDrive, но при этом для Windows 10X нет клиента OneNote, который на планшеты с Windows идет вообще из коробки. То есть, по сути, клиент для OneNote должны были сделать первым делом. Но его нет, при том, что до релиза операционной системы осталось несколько месяцев, что не так уж и много. В общем, дальше я начал искать баги в ограничениях работы магазина, чтобы заставить его загрузить что-то, что он не хочет. Оказалось, что можно на любом другом устройстве с той же учетной записью Microsoft скачать какие-то программы, после чего в списке загрузок на Windows 10X эти программы тоже появляются. И в этом списке блокировку установки несовместимых приложений не завезли. Ненадолго я, правда, обрадовался, что удалось заставить систему начать установку несовместимых приложений из магазина. Установка продолжалась длительными подвисаниями магазина и в итоге заканчивалась сообщениями об ошибке. Совместимые приложения тоже работают не все. Допустим, довольно сложная программа для моделирования домов и мебелирование их пространства запустилось, подхватывая все предметы из баз данных и все прочие штуки. А допустим, клон простой игры Zoom, Windows 10X согласилась скачать и установить, но игра зависает на загрузке и просто через пару минут сама закрывается. И в целом в операционной системе по умолчанию нет даже обычного блокнота, хотя на старых сборках от лета 2020 года в системе был старый стандартный блокнот. Сейчас его убрали, а замены его в современном интерфейсе не сделали. То есть, если надо написать какой-то текст, то делать это надо либо в приложении заметок, либо в облачных сервисах через браузер. И что самое странное, операционка явно для планшетов, но при этом она запрашивает у сайтов десктопные версии страниц, с которыми не всегда удобно работать тачевым управлением. Например, на сайтах бывают выпадающие меню, которые выпадают при наведении курсора. Тачевым управлением вызвать эти меню очень сложно. В общем, идеологию системы я так и не понял. Настройки для автоповорота явно заточены под планшеты, софт из магазина качается и с десктопными элементами интерфейса, которые удобно будет использовать только с мышкой. Страницы на сайтах тоже десктопные. Поддержки старых программ в текущей сборке нет. А рабочий стол пока за несколько месяцев до релиза системы вообще чисто для фоновой картинки. В общем, не знаю как вы, лично я не понимаю, в каких обстоятельствах эта система должна быть лучше чего-то имеющегося, чтобы кто-то решил на неё пересесть. Дальше я решил хоть как-то потроха систему получить, загрузиться в каких-то отладочных режимах или режимах восстановления, в надежде получить хоть какие-то ресурсы, запустить командную строку, написать там хелп, увидеть список доступных команд, может быть получить какие-то новые сведения, недоступные в пользовательском интерфейсе, но перезагрузки с нажатием различных комбинаций клавиш не к чему не привели. Зажатие кнопки Windows на клавиатуре при загрузке тоже ничего не даёт, возможно, в реальности это всё будет работать через комбинации кнопки включения и клавиши громкости, или ещё как-то, но в общем найти какие-то сервисные меню у меня не получилось. Тогда я решил грохнуть в винду и посмотреть, что она мне предложит в меню для восстановления, так как там могли быть всякие отладочные сервисные возможности. Благо сырые продукты уронить не так уж и сложно, даже если нет доступа к потрохам системы. И к сожалению, Windows 10X не имеет своих средств восстановления системы, она предлагает только установить флешку или диск для восстановления. В общем, добраться до потрохов и командной строки так и не получилось. Закончились мы эксперименты в новой системе на попытке установки Ворда из магазина, весь пакет офиса из магазина с Windows 10X несовместимы, но Ворд отдельно по мнению магазина совместим. После попытки установки магазин сильно задумался, через минут 5 вылетел и больше магазин не запускался. Перезагрузки системы не помогли, в общем магазин сдох насовсем. Ещё раз разворачивать систему у меня никакого желания не было, так как там надо было для работы получить кучу обновлений. В целом система с исходных 3 гигабайт распаковывается в 11 после дообновления, и всё это происходит крайне медленно, с зависаниями, вылетами. В общем ради ещё одной попытки поставить Ворд, перебивать систему с нуля не особо хотелось. Что касается выводов, я конечно понимаю, что продукт сырой и вылет, и нестабильность, мало софта. Это настораживает за несколько месяцев до выхода, но это не критично. А вот идеологию системы я честно говоря совершенно не понял. Наверное наиболее близко её сравнивать с Chrome OS. Суть примерно та же практически облачная операционная система, которая даёт возможность работать в интернете с веб-версиями нужных ресурсов. Тут аналогично, сохранение дублируется в облаке, если какие-то программы локальные, а основная работа происходит в браузере. Только проблема в том, что первое устройство будут планшеты. Microsoft хочет представить чисто планшеты, в которых будет возможность использовать по сути исключительно десктопные интерфейсы веб-ресурсов. Слабо себе представляю, чтобы это было кому-то удобно. Тут в общем-то как говорится по живому видим, но акции Microsoft закупать в преддверии выхода планшетов на Windows 10X я бы никому не порекомендовал. Если же в начале будут выходить нетбуки, то есть что-то типа хромбоков, то стоить это должно явно меньше, чем сурфейсы, так как сурфейсы это ещё вдобавок полноценный компьютер. А Windows 10X, по крайней мере в рамках того, что я увидел с текущей версии, явно на полноценный компьютер не тянет, так как не запускает классический софт для Windows. Надеюсь, видео было полезно или интересно, если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео!